Здравствуйте! В эфире «Утро на ОТВ» в студии Ольга Дмитриева. В этом выпуске вы увидите. Итоги работы в Доме культуры «Горки-10» прошла ежегодная августовская педагогическая конференция. Территория детства. Капитальный ремонт детского сада номер 10 проверил глава округа Андрей Иванов. Собери ребенка в школу. В первой Денцовской библиотеке прошла акция, приуроченная к 1 сентября. Подмосковье. Это мы. На площадке парка Раздоля прошла региональная образовательная программа для молодых наблюдателей. На страже безопасности сотрудники МОС «Облгаза» приехали к абоненту в деревню Чапаевка отключить его от подачи топлива. В Доме культуры «Горки-10» прошла ежегодная августовская педагогическая конференция. В повестке итоги работы системы образования и награждения отличившихся работников. Подробности в материале нашего корреспондента. Высокая успеваемость, победа учеников на муниципальных и региональных олимпиадах и, главное, неизменный интерес школьников к французскому языку. Любовь Терасова из Одинцовской лингвистической гимназии подводит свои личные итоги прошлого учебного года. А он был успешным. Почетная грамота Министерства образования Московской области – еще одно тому доказательство. Самое сложное в профессии учителя, наверное, вот так построить учебный процесс, чтобы ученики полюбили, полюбили твой предмет, чтобы им было комфортно, удобно. И учитель, прежде всего, должен работать с любовью. На традиционной августовской педагогической конференции в «Горках-10» подвели как личные итоги годовой работы, так и всей системы образования Одинцовского округа. Гордиться есть чем и, главное, кем. Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников стало больше. Только в Одинцовском 10-м лицее их 120 человек. В ЕГЭ у нас приняло участие 2172 выпускника. Число выпускников, получивших по итогам 90 и более баллов, у нас 536 человек. Это на 11 детей больше, чем в прошлом году. 100 баллов получили 37 учеников. Это на 8 больше, чем в прошлом году. Пять педагогов муниципалитета подготовили двух и более 100 бальников. Эти цифры в первую очередь говорят о высоком качестве образования в Одинцовских школах. И хотя в ушедшем году по многим показателям удалось добиться роста, задачи на этот год в сфере образования округа стоят амбициозные. Система образования Одинцовского округа должна стать лучшей в Подмосковье. При этом качество обучения должно повышаться каждый год. И для этого в муниципалитете созданы все условия. 1 сентября в Гусарской балладе откроют самую большую школу в Подмосковье. Еще на четырех объектах образования провели капитальный ремонт. Это значит, что учиться Одинцовским школьникам станет комфортнее. А значит и успеваемость должна стать еще выше. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Капитальный ремонт детского сада номер 10 проверил глава округа Андрей Иванов. Работа сейчас на завершающей стадии. Заканчивается чистовая отделка, облицовка фасада и благоустройство территории. Подробности в сюжете Полины Баховой. Детский сад номер 10 теперь не узнать. Здание 1975 года постройки полностью отремонтировали. Капитальный ремонт в нем выполнен на 88%. Завершены основные общестроительные работы, монтаж инженерных систем, замена кровли. На стадии завершения находится фасад вентилируемый, смонтированы пожарные лестницы. В данный момент ведутся финишные отделочные работы. Покраска, монтаж дверей, вкладка линолеума. Меняется территория и вокруг садика. У малышей появится спортивная площадка, дорожки, обновленные игровые зоны и новые веранды из влагостойкой ламинированной фанеры. Возвучная, лаконичная, плюс она скатанная. В один лист ложится, снег задерживается. Нам зимой приходится специально нанимать специальные службы, которые нам с веранды выбирают снег, чтобы они не продавили. Глава муниципалитета осмотрел объект как снаружи, так и внутри. Уже к первому числу завершат все отделочные работы. А к середине месяца 140 малышей вернутся в свои обновленные группы. Полина Бахова, телекомпания Одинцова. В преддверии нового учебного года Первая Одинцовская библиотека поддержала акцию «Собери ребенка в школу». Она направлена на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. У меня вопрос к детишкам. А вы рады, что в школу-то собираетесь? Да. Да? Доброго дня. Вот именно поэтому мы хотим сделать вам небольшой сюрприз. «Собери ребенка в школу» – под таким девизом стартовала акция по всей России. В преддверии Дня знаний в Одинцовской библиотеке вручили рюкзаки ребятам из многодетных и малоимущих семей. Сегодня в преддверии Дня знаний мы передали детям рюкзаки, собранные к школе. 20 семей в торжественной обстановке получили необходимую канцелярию к началу учебного года. Всего было собрано 43 рюкзака. По словам специалиста, такие акции будут продолжаться. Мы очень рады вас видеть. Я думаю, что это хорошее подспорье в преддверии 1 сентября. Мы все понимаем. Жизнь не дешевеет у нас. А только, понятно, сложные времена, но я думаю, мы обязательно со всем справимся. Действительно, собрать ребенка к школе – сегодня задача не из легких. Количество необходимых принадлежностей растет с каждым годом. Собственно говоря, как и цены. Производители товаров предлагают нам разнообразный ассортимент, позволить который может далеко не каждый. Полное наполнение – тетради, ручки, линейки, картон, бумага, вообще всех цветов, даже бархатная, краски. И вообще все, что может понадобиться калькулятору и циркуле. Слова напутствия на предстоящий год и самые теплые пожелания прозвучали в адрес ребят и их родителей. Я вам хочу пожелать от всей души всем 1 сентября хорошего настроения, такого, бодрого. Я абсолютно уверена, что наши ребятки покажут себя и проявят самые лучшие стороны в наших школах. А вам, родители, конечно, здоровья, терпения, когда есть один, еще один, вот какие славные ребятки. Мы надеемся на вас, рады за вас. Как это называется праздник 1 сентября? Все знают? Нет, День знаний. И больших-больших вам знаний. Татьяна Верняковская, Екатерина Крамар, Илья Павлов, телекомпания «Денцова». За последние несколько месяцев телеграм-ботом, предназначенным для получения информации о мерах социальной поддержки, воспользовались почти полмиллиона раз. Дополнительно он позволяет быстро и удобно рассчитать размер универсального пособия и материнского капитала, узнать о полезных ресурсах, а также легко найти нужные ссылки на региональном портале госуслуг. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. 1 сентября более 40 подмосковных парков проведут праздник Парк Знаний. Гостей ждут яркие, познавательные, интересные, образовательные мероприятия. Подробную информацию о событиях, интересных местах для отдыха в Подмосковье можно узнать на портале welcome.mosrec.ru. Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. В перинатальных центрах и родильных домах Подмосковья практикуются все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы. Однако самыми популярными являются партнерские. Они составляют порядка 25% от общего количества. В регионе работает интернет-портал и единый колл-центр «Стань мамой» в Подмосковье, где размещена информация о системе родовспоможения, в том числе и о видах родов. Телефон для справок 8 800 550 3003. Ежедневно с 8 до 20.00. Звонок бесплатный. В домах и дворцах культуры Московской области прошел единый день открытых дверей, в рамках которого провели около тысячи мероприятий. Их посетили свыше 25 тысяч человек, почти 13 тысяч из которых записались в кружки и студии. В этот день все желающие посетили мастер-классы, выставки и концерты, прослушали лекции и поучаствовали в танцевальных флешмобах. На площадке парка «Раздоли» прошла региональная образовательная программа для молодых наблюдателей «Подмосковье. Это мы». С ребятами пообщались об изменениях, которые произошли в Московской области за последние 10 лет и обсудили инициативу в сфере молодежной политики. Подробности у Екатерины Крамор. Участковые избирательные комиссии, комплекс обработки бюллетеней и устройство этой системы. Многие ребята уже знакомы с этими понятиями. Иван интересуется политикой и принимает активное участие в общественной деятельности своего города. Сегодня он приехал на региональную образовательную программу для молодых наблюдателей «Подмосковье. Это мы», чтобы прокачать свои знания. А подобные мероприятия рассказывают подробно о политике в целом, о выборах, дают новые горизонты людям, которые могут этим заинтересоваться. Потому что это действительно интересно. А началось все 21 июля в Красногорске. И теперь такие встречи с молодежью проводят по всей Московской области. В Одинцове молодежный форум поддержали местные активисты партии «Единой России» и «Молодой гвардии». Стоит отметить, что в каждом городе площадки уникальны. В парке мы проводим впервые. И сегодня в Одинцове получилась очень красивая площадка. Погода нам тоже благоволит. Мы проводили уже на территории усадеб, проводили в дворцах спорта, проводили в лофтах. Всегда стараемся удивлять молодежь, делать это современно, креативно. Из новшеств в этом году – дистанционное электронное голосование. В выборах можно участвовать с любого электронного устройства. Насчет безопасности волноваться не стоит. Здесь учтена сохранность голосов и анонимность. Это ребята, которые хотят участвовать в политической повестке, хотят своими глазами видеть, как формируется народное мнение. И непосредственно в этом участвуют для, скажем так, чистоты кампании. Это очень важно. Поэтому спасибо молодежи за небезразличие. Второй блок встречи посвятили достижениям Подмосковья в разных сферах. Ребята рассказали и о своих идеях и планах на будущее. Я 10 лет в команде Подмосковья. И на моих глазах произошло очень много событий. И это все факты. Это все не размышления и не проекты, а это свершившиеся дела. Наша задача – привлечь как можно больше молодежи в наши учреждения. Это парки, это ДК, это молодые команды. И мы увидим от этого результат. Поэтому это общение, конечно, очень важно. И важно этот диалог поддерживать для того, чтобы молодежь наша стремилась работать в наших учреждениях. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Сотрудники Мособлгаза выезжают к собственникам газифицированных домов, которые не подписали договор на обслуживание оборудования. Для оформления документов специалисты посетили абонентов деревни Чапаевка. Материал Екатерина Крамор. Мособлгаз сервис. Мы приехали к вам для заключения договора, либо для отключения. Специалисты Мособлгаза прибыли по адресу. В деревне Чапаевка абонент проигнорировал уведомление о том, что требуется заключить договор на обслуживание газового оборудования. Согласно 40 постановлению, любой, у кого в доме установлено газоспользующее оборудование, в обязательном порядке должен его заключать. Для безопасного использования газом в быту. Мы приехали отключать, мы застали абонента на месте, мы объяснили ситуацию, что мы приехали отключить, либо мы можем здесь сейчас заключить договор. Антонина Иванова согласилась оформить документы. Газовики провели техническое обслуживание и проверили оборудование на утечку газа. Все работает исправно. Поведено качественно, буду всегда пользоваться вашими услугами. Спасибо. Жителям округа необходимо своевременно заключать договоры на обслуживание газового оборудования с представителями Мособлгаза. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет солнечно. Температура воздуха днем 25-27 градусов тепла, ночью плюс 17-19. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 66%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Ну а если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. На этом у меня все. В студии была Ольга Дмитриева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова